В этом уроке я покажу как добавлять текстуру на изображение, но таким образом, чтобы не затронуть главный объект. Давайте добавим текстуру. Удобнее всего для этого использовать команду поместить. Идем в меню файл, поместить. Выбираем наш файл с текстурой. Например, выберем вот такую гранжевую текстуру. Можно выбирать любую на ваше усмотрение. И нажимаем поместить. Сверху у нас образуется слой, на котором помещается файл с текстурой. Обратите внимание, что здесь, вокруг этого слоя, располагается рамка трансформации. Этот слой превратится в смарт-объект, как только мы нажмем кнопку. Хотя он и является смарт-объектом, но помещается он таким образом, чтобы мы могли изменить его в соответствии с параметрами изображения. Нажимаем Enter. У нас применяется трансформация и появляется значок смарт-объекта. Теперь изменяем режим наложения этого слоя на один из контрастных. Либо перекрытие, либо мягкий свет, либо жесткий свет. В общем, можно поперебирать эти режимы и выбрать наиболее подходящий, какой нам больше нравится. Давайте попробуем остановиться на режиме перекрытия. Вот так. Но смотрите, при этом текстура стала слишком такой насыщенной цветными пятнами и затронут объект съемки. Можно, конечно, зарисовать его по маске, но я покажу несколько другой, более быстрый способ. Но мы должны как-то еще регулировать и параметры текстуры. Для того, чтобы нам легче было отрегулировать насыщенность, мы создадим сверху корректирующий слой. Нажав клавишу Alt, нажимаем и удерживаем клавишу Alt, выбираем здесь слой цветовой тон насыщенности и у нас выйдет диалоговое окно. Если мы не будем нажимать, то нам придется создавать маску отсечения вручную. Если нажмем клавишу Alt, то при создании корректирующего слоя появляется диалоговое окно. Ставим галочку в чекбоксе «Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски». Нажимаем ОК. Теперь корректирующий слой цветовой тон насыщенности будет воздействовать только на смарт-объект с текстурой. Регулируем насыщенность так, как нам нужно. Я слегка уменьшу ее. Вот так. Теперь нам нужно сделать так, чтобы текстура не затрагивала главный объект. Для этого мы перейдем на фоновый слой. Отключим пока слой со смарт-объектом и при этом одновременно отключится корректирующий слой цветовой тон насыщенности, так как он привязан к нижележащему слою. Теперь для того, чтобы нам выделить наш объект, модель, мы воспользуемся инструментом «Быстрое выделение». Для этого можно нажать клавишу W или для переключения Shift-W между инструментами «Волшебная палочка» и инструментом «Быстрое выделение». Выбираем этот инструмент. Размер регулируется квадратными скобками и выделяем наш объект. Если куда-то залезли, не пугайтесь, это очень легко исправляется. Я покажу как. Теперь исправим некоторые недочеты в выделении. Для этого уменьшаем размер кисти, которая используется для создания выделения. Нажимаем и удерживаем клавишу Alt. На значке инструмента в этом случае появляется знак «Минус» вместо знака «Плюс». Это значит, что мы будем вычитать новое выделение из уже существующей области. Таким образом мы исправляем наши небольшие огрехи. Если нужно, немного снова подправляем, отпуская клавишу Alt. То есть, нажимая и удерживая клавишу Alt, мы отрезаем ненужные области. Если мы ее отпустим, то добавим к выделению новую область. Вот сейчас я исключаю выделение из нашей области. Теперь перейдем в меню «Выделение», «Модификация», «Растушевка». Радиус растушевки введем примерно 10 пикселей. Большая точность нам здесь не нужна. Нажимаем ОК. Можно также немного расширить границу выделения или вот здесь подправить, где волосы. При желании потом мы можем исправить все на маске, но лучше сделать сразу, как положено. Если объект менее сложный или сильно отличается от фона, то выделение происходит очень быстро. Теперь включаем слой со смарт-объектом. Переходим на него. Идем в меню «Фильтр», «Размытие», «Среднее». Вот. Теперь у нас текстура применена только к слою, но не к самому объекту. Мы можем регулировать непрозрачность текстуры, регулировать ее насыщенность с помощью корректирующего слоя и изменять режим наложения, подбирая такой, при котором результат наиболее нас устраивает. Вот. Все-таки с режимом перекрытия мы слишком погорячились. Режим «Мягкий свет» будет здесь более приемлемый. Он дает такую мягкую текстуру, не сильно контрастирующую с основным объектом. Вот. Таким образом, очень просто можно наложить текстуру на изображение, но при этом не затронуть объект. Если же нужно, к примеру... Если же нужно, к примеру, все-таки немножко наложить текстуру на объект, делаем видимую маску, идем в меню изображения, коррекция, кривые. Опуская верхнюю точку кривой, мы делаем маску более серой. Это означает, что текстура все-таки проявится вот в этих областях. Если бы у нас здесь было белое, то воздействие фильтра было бы стопроцентным, но так как мы сделали цвет выделения серой, то воздействие все-таки немножко на эту область будет. Вот обратите внимание, текстура немного появилась. Можно вернуться на шаг назад. Посмотрите, что мы делали, когда просто выделяли эту область и применяли фильтр. И сейчас мы немного смягчили маску, контраст маски, сделали выделение немного серым, и текстура все-таки немного проявилась. Это выглядит более естественно. Я надеюсь, что урок окажется для вас полезным, и вы сможете более грамотно добавлять текстуры на ваше изображение. Продолжение следует...